Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок! С вами Анастасия Гулис, и сегодня мы с вами поговорим о такой культуре, которую многие любят и ценят, как пионы. Наступило лето, и мы ждем все с нетерпением цветения пионов, потому что это действительно праздник яркий и запоминающийся. И чтобы этот праздник удался на славу, надо немножко потрудиться, чтобы наши пионы порадовали нас своим пышным и красивым цветением. Прежде всего, пионы, которые находятся в стадии бутонизации, в этот момент мы проводим последнюю подкормку полным минеральным удобрением с преобладанием азота. Это касается выращивания всех сортов, в том числе и древовидных пионов, поскольку пионы вообще это одна из самых требовательных к питанию культуры. И поэтому их подкармливают даже на самых богатых почвах не менее чем 2-3 раза за сезон. Если ваши почвы песчаные, достаточно бедные органикой, и из них быстро вымываются питательные вещества, то подкормки следует производить 3-4 раза за сезон. В некоторых случаях приходится подкармливать пионы до 5 раз. Особенно если посадочные ямы вы заправляли не очень тщательно, у вас не было достаточного количества навоза или компоста. Также это касается пионов, которые выращиваются на одном месте более чем 5 лет. Вот этот куст у меня растет уже 7-й год, и в принципе его уже можно и пересаживать, рассаживать и делить. Поэтому питание перед цветением для него особенно важно. Есть особенность подкормки пионов, которая касается именно этой культуры. Впитывающие корни у нее расположены достаточно глубоко. И поэтому если мы просто посыплем удобрение в верхнем слое почвы, либо польем раствором, то особого эффекта мы этим не добьемся. Особенность этой культуры в том, что мы должны кормить на достаточной глубине. Иначе мы будем подкармливать просто сорняки. Как мы это будем делать? Для подкормки пионов надо выкопать подкормочную канавку. Она копается по проекции кроны пиона на глубину не менее чем полштыка лопаты. Копая таким образом, мы уходим от корней сорняков, которые расположены в поверхностном слое почвы. А также мы можем частично подготовить наш пион к пересадке и делению, если у нас стоит такая задача в этом. Для подкормки пионов перед цветением рекомендуется удобрение содержанием большого количества азота, фосфора и калия в приблизительно равных пропорциях. Кроме того, следует учесть тот момент, что пионы, как и большинство декоративных культур, не выносят содержание хлора. Поэтому я пользуюсь таким удобрением, как фертика. А также есть удобрение амофоска. Оно тоже отличается пониженным содержанием хлора. Вносим это удобрение, если ожидается дождь, непосредственно в нашу канавку подкормочную. Но если дождя не прогнозируется, либо мы не уверены в том, что он будет, то лучше его внести в растворенном виде. Удобрение вносится согласно инструкции. Как правило, на ведро воды необходимо использовать 3-4 столовых ложки удобрения. В зависимости от того, какое оно. Сперва мы это удобрение растворяем в небольшом количестве воды. Поскольку удобрения растворяются не слишком быстро, то желательно вообще на самом деле разводить маточный раствор за 2-3 часа до того, как вы собираетесь производить подкормку. Тогда у вас останется наименьшее количество нерастворенных веществ. И затем раствор мы заливаем чистой водой. И можно подкармливать. После того, как мы полили нашим раствором пионы, мы закрываем нашу канавку. При этом, если у нас были корневища сорных растений, мы их выбираем. Также после подкормки хорошо закрыть прикорневую эту зону мульчой. Лучше всего в качестве мульчи использовать компост. Но в летнее время у нас есть достаточно доступное и простое мульчирующее средство, такое как газонная трава. Единственное но, не стоит выносить газонную траву с семенами одуванчиков, либо с цветами одуванчиков, поскольку семена одуванчиков дозревают в земле. Кроме подкормок, для пышного цветения пионов очень важно провести посынкование. Особенно это касается сортов махровых с большими крупными цветами. Иначе мы можем получить 3-4 цветка на одном побеге. Вот вы видите, что здесь у нас 3 бутона находятся на этом стебле. Но все эти цветки будут недостаточно махровыми. Иногда бывает даже, что первый цветок он еще полумахровый, а дальше распускаются простые, либо полумахровые цветки. Чтобы избежать такого явления, на таких сортах обязательно проводится посынкование. В чем оно заключается? С каждого побега мы выбираем один наиболее развитый бутон. Проводить эту работу можно несколько раньше, когда наши побеги еще не полностью раскрыли свои листья. И стебельки бутонов еще достаточно сочные и легко обламываются. На этом побеге мы выбираем более сильный бутон. Естественно, это не центральный бутон, а бутон, который расположен ниже. Из него разовьется наиболее красивый и полноценный цветок. Во время посынкования мы можем обнаружить на наших бутонах признаки такого опасного заболевания, как серая гниль. Вообще, это одно из самых вредоносных заболеваний, которое повреждает пионы в нашей полосе. Оно развивается в годы с прохладной дождливой погодой, особенно сильно. И бывает так, что пион не вырастает даже до стадии бутонизации. Побеги у него начинают покрываться вот такими бурыми пятнами и засыхают, увядают. Повреждаются листья. Ну а вот это проявление поздней стадии вот этого заболевания. Вот, естественно, такие побеги мы удаляем. И если мы нашли признаки заболевания, то, естественно, мы такие бутоны не будем бросать рядом с нашим кустом. А унесем их в мусор, который будет уноситься с участка. После посынкования у нас остается куст с небольшим количеством бутонов. Но зато все эти бутоны хорошо будут полноценно развиты и дадут нам красивое полноценное цветение. Если вы выращиваете пионы простые, либо полумахровые, так же это касается анимоновидных пионов, то операция посынкования для них не обязательно. Таким образом мы просто укорачиваем срок цветения этих пионов. В принципе, значительного улучшения качества цветов мы не добьемся этим. Когда мы видим, что на кусте большинство побегов, которые заложили бутоны, имеют практически полураскрывшийся бутон, но при этом все пасынки слаборазвиты, если это не сортовая особенность, то это признак того, что пион пора пересаживать. Как правило, это происходит на бедных почвах через 7-8 лет. А на почвах достаточно плодородных до этого момента обычно происходит, если вы своевременно проводите подкормки и хорошо заправили посадочную яму при посадке, обычно проходит не менее 10 лет. После того, как мы завершили посынкование, подкормили наши пионы, мы можем наслаждаться нашим садом и заняться другими какими-то культурами и ждать наступления настоящего праздника лета, цветения пионов. На этом я с вами прощаюсь. Если есть какие-то вопросы, пишите на нашем форуме, ставьте лайки. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова